Всем привет! Сейчас я вам расскажу важные моменты игры Короля Валон, которые должны знать каждые новички. Итак, вы создали свое королевство. Ваша главная задача в первые два дня быстро раскачать свою цитадель. Для чего это нужно? Улучшая цитадель, у вас увеличивается количество войск в походе, что позволит вам фармить больше ресурсов и убивать монстров большего уровня. Также прокачиваете казармы, стрельбище, конюшни и прочие войска. Для удобства ставьте производящие здания рядом, чтобы вам было удобнее. Вот в этой части замка ставьте все остальные сооружения. Ловушки, институт, торговлю и прочее. Чтобы производить больше войск, застраивайте вот эту вот часть замка бивуаками. Бивуаки позволяют производить вам больше войск за раз. Вот в информации все это есть. Также, если вы сделаете замок атакующий, чтобы всех пиздить, то вам необходимо прокачивать еще и лазареты. Чтобы в случае, если на вас напали и разгромили все ваши войска, они оказались в лазаретах, а они пропали без вести. Вот эту вот часть застраивайте всю фермами и лесопилками. Самое главное это иметь хотя бы два железных рудника, потому что они нужны будут для задания. Также есть ежедневные миссии. Вот такие вот сундуки. Что они дают? Они дают ресурсы, опыт, ключи, сталь. Как их заполнить полностью? Итак, очки даются за то, что вы производите войска, ловушки. Собираете желания из колодца. Собираете ежедневную награду. За каждое повышение уровня вашего лорда вам даются бесплатные усиления фермы и лесопилки. В день улучшаете по две лесопилки и две фермы, чтобы собрать полностью очки. Если вы сразу потратите все эти усиления, то потом вам придется покупать все это за золото. А это невыгодно. Также каждый день крутите барабан. Точнее, джек-пот, блядь. Короче, разберитесь. Крутите только один раз в день. А то вы просадите все золото нахер. И ни хрена у вас не останется. Также крутите колесо угадалки. Вот я открыл уже четыре сундука. Задание слить свитки. Когда вы будете фармить монстров от седьмого уровня, вам с них будут падать свитки. Вот такие вот. Сливаете их в кузнице. Потом крафтите из них вещи различные. Также там есть задание торговли. Вам нужно отправить ресурсы союзнику. Также в задании есть... Короче, вам нужно просто зайти в торговую площадь и поменять ресурсы. Только меняйте их с выгодой. Вот, допустим, за пять-семьсот еды шесть тысяч дерева. Короче, ну вы поняли. Также есть в задании отправить подкрепление союзнику. Просто нажимаете на замок союзника, нажимаете подкрепление, все отправляете. Как только подкрепление войдет в замок союзника, можете их сразу отзывать. Задание уже засчиталось. Также есть задание поход на варваров. Вот, атаковать варваров. Вам нужно со своими союзниками сходить на варваров. Смотрите по уровню. Если у вас войск совсем мало, то атакуйте шестого уровня. Если побольше, то побольше. Зачем нужны ключи, которые даются в сундуках? Вот эти вот. Когда вы пойдете на варваров, вам выпадет дополнительный сундук с опытом и еще со всякими плюхами. Если у вас будет вот этот вот ключ. Также, начиная с шестого уровня, обязательно делайте пожертвования в Альянс. Желательно каждые четыре часа. Нажимаете на Альянс и кнопка пожертвовать. И вот, начинаете жертвовать. Если есть выбор, где нужно вложить монеты, то вложите монеты. Золото здесь тратить в принципе некуда. Самое выгодное это вкладывать в технологию Альянса. Сейчас объясню почему. Потому что, когда вы вкладываете ресурсы, вам дается почесть. Вот за это, допустим, 100 почести дается. За это 500. Зато 2 500. У Альянса есть свой рынок, в котором можно покупать предметы за почесть. Вот до десятого уровня, ту почесть, которую вы будете собирать, меняйте ее на ускорялке. Пятиминутные, по часу, чтобы быстро прокачаться. Так, еще один важный момент. С логовом дракона. Вам будет выпадать сила Агрессора и сила Защитника. Ее до 12 уровня логова не тратьте. Потому что, чем выше ваше логово, тем меньше силы вы будете затрачивать на улучшение своих умений. Вот, допустим, сбор железа. Берете, улучшаете. Что я всегда улучшаю в основном? Я улучшаю по максимуму драконья тяжесть. Это позволяет выносить больше ресурсов из чужих замков, когда вы на них нападаете. В Агрессоре я первым делом вкачиваю лимит в походе, чтобы больше войск отправлять. Скорость в походе, чтобы быстрее ходить. Ну и поход на чудовищ можно прокачать. Ну, как ваш уровень будет повышаться, там уже дальше можно другие скиллы качать. Вот, допустим, здесь увеличение атаки стрелков. Ну, чтобы в сражениях у меня было преимущество. В атаке у меня стоит лимит войск в походе, грабеж, скорость похода. Ну и сражение дополнительное. На обороне у меня стоят вот такие вот скиллы. На сборе количество ресурсов, которые я могу вынести. Количество войск в походе, скорость сбора пищи и гроза ресурсов. В университете первым делом прокачиваете, когда вы только начали играть, это строительство, скорость исследования, выносливость войск, хранилище. Здесь производство пищи, древесины, сбор пищи и сбор древесины. В сражении прокачиваете скорость похода до пяти, здоровье пехоты до одного, атака пехоты до одного, оборона пехоты до одного, скорость чудовища по одному, атака кавалерии стрелков по одному баллу, и затем прокачиваете место в походе, чтобы вы могли подправлять сразу две группы войск. Ну а дальше уже будете качать как хотите. Оборона в принципе не столь важна, качайте когда можете. Драконий дух нужен для тех, кто любит ходить в лабиринт. Но я в лабиринт не хожу, поэтому мне все равно на него. Какие очки умения прокачивать своему герою? Изначально прокачиваете строительство до пяти. Либо сбор пищи, либо сбор древесины. Затем исследования и мгновенный сбор. Это умение такое. Нажимаете на него, и у вас сразу выпадает куча ресурсов. Прокачали мгновенный сбор, затем качайте войну до экстренного возвращения. Затем качайте баланс до стойкости чудовища. Ну а дальше уже на свое усмотрение. Если вы хотите иметь бонусы в сражениях, то качайте войну. Если экономику, то качайте экономику. Если хотите тренировать больше войск, качайте баланс. Так, что еще? Что еще? Ну, в принципе, все вроде рассказал. Набираю народ к себе в Альянс 250-е Королевство. Кому интересно, пишите мне вконтакте. Еще когда вы на варвара входите, вам выпадает пыльца голубая. Она нужна для того, чтобы заполнить алтарь, портал Альянса. Жертвуете ее до конца, и затем с Альянсом своим идете формить монстра, с которого падают ресурсы и золото. Также старайтесь качать зал войны, чтобы вы могли собирать большие кооперации. Чем больше зал войны, тем больше войск может вступить вам в групповой сбор. Ну, в принципе, все. Всем пока.